Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам в разгар цветения томатов о первой профилактике болезней, которую вы должны сделать в своей томатной теплице. Эта профилактика также будет уместна и для растений открытого грунта в момент, когда первая кисть уже образовалась. Как правило, в это время уже начинают к нам подступать какие-то болезни. Первая из них является, конечно, альтернариоз, ранняя пятнистость, но она, к счастью, не так широко распространена у наших зрителей. И достаточно легко снимаются элементарными уходными условиями, хорошим проветриванием, точно так же, как и серый огниль. Следующей болезнью, которая сюда к нам может прийти, пусть не придет, но на всякий случай мы должны про нее сказать, это, конечно же, кладоспориоз. За кладоспориозом придет фитофтороз, ну и дальше уже весь букет болезней, который может быть. В жаркое время очень часто теперь встречаются бактериозы. Вот когда жарко, когда душно, когда влажно, сюда приходят бактериозы, всевозможные разные пятнистости. Поэтому уже вот в этот период, когда первая кисть образовала плоды, нам обязательно необходимо провести профилактику болезней. Конечно же, очень хочется использовать не какие-нибудь медные препараты, не бордосскую жидкость, не что-то еще, а достаточно мягкие природные средства, которые в то же время окажут достаточно мощное воздействие на потенциальных патогенов и не дадут им сюда внедриться. Мы на нашем канале рассказываем, ну какое-то невероятное, как мне кажется, если вот сравнивать там с какими-то другими, невероятное разнообразие способов профилактики болезней. Это и салициловое опрыскивание, это и использование различных биопрепаратов на основе сенной палочки, триходермы, на основе псевдомонат. Это использование опрыскиваний на основе куркумы, такое вещество достаточно мощное, с мощным антибактериальным и противогрибковым эффектом. И много-много-много разных других вы можете посмотреть ролики прошлых лет, чтобы познакомиться со всеми этими способами. Конечно, мы тоже критикуем такие способы, как молоко плюс зеленка, плюс нашатырный спирт, плюс йод, плюс мочевина. То есть все до кучи смешали, как у ведьмы в котле, помешали, попрыскали, что-то да поможет. Это все шлаг, это все надо, конечно, давным-давно отменить и как какое-нибудь колдовство оставить за бортом разумного ведения хозяйства. И вот сегодня я вам хочу рассказать еще об одном способе, который очень хорошо подходит именно для первой профилактики болезней. И это использование горчицы, но не только горчицы. Я вот в руках держу вот такую вот готовую горчицу русскую с раз, два, три, с четырьмя такими огоньками. Ну то есть она очень острая, такая нам и нужна. А в более простом варианте вы можете использовать обычный горчичный порошок. Но не всегда горчичный порошок доступен или в садовом центре, или в магазине с пряностями, или в отделе с пряностями. Поэтому вы вполне можете использовать и вот такую горчицу. Почему горчица хорошо помогает нам справляться с болезнями? Дело в том, что во многих растениях семейства крестоцветных, это и рапс, и рука, и многие-многие другие, и в том числе хрен, в них содержится такое вещество, которое называется глюкозинолат. Их много разных, и именно они обеспечивают острый вкус вот этих самых продуктов. В цветной капусте они есть, во многих продуктах. Но вот горчица, горчичный порошок, пожалуй, содержит их больше всего. Глюкозинолаты обладают как инсектицидной активностью, ну то есть отпугивают различных вредных насекомых и не дают им нормально жить. Даже клеща паутинного, но также они обладают очень сильным, очень мощным противогрибковым эффектом. Несмотря на то, что противогрибковый эффект глюкозинолатов был открыт почти 30 лет назад, они еще мало использовали в сельском хозяйстве. А теперь с приходом идеи органического земледелия, сперва он пришел к нам, к дачникам, к огородникам, а потом эта идея органического земледелия стала развиваться уже и в области крупнотоварного производства. И, конечно, нужно было искать способы, которые помогут сдерживать болезни без применения синтетических химикатов. И опять мы сейчас, в 21 веке, вспомнили о том, что есть такие глюкозинолаты, и что их вполне можно использовать для профилактики болезни. Нельзя сказать, что они обладают мощным лечебным эффектом, как химически синтезированные фунгициды, но в то же время они очень подходят для той цели, о которой мы сейчас с вами говорим. Рецепт приготовления настоя, которым необходимо опрыскать растение, является очень-очень простым. 200 грамм сухого порошка горчицы и 200 грамм, ну это примерно полтора стакана золы, ну можно два стакана золы, необходимо всыпать в ведро. Если у вас нету порошка горчицы, вот самого сухого порошка, то вы можете взять в два раза больше, то есть 400 грамм вот такой вот готовой горчицы с уксусом, там со всеми компонентами, даже там есть поваренная соль некоторое количество, но ее там не так много. Когда мы разведем все это в 10 литрах воды, то в принципе мы получим не страшную концентрацию всех тех компонентов, которые сопутствуют здесь вот этой самой горчице. Ну конечно в самом лучшем варианте это взять безусловно сухой горчичный порошок, только не жмых, не жмых горчичный. Вам нужно взять именно цельный горчичный порошок, из которого готовится вот такая самая горчица, не жмых горчичный. Затем залить это несколькими литрами кипятка и дать настояться в течение ночи, ну до суток, чтобы вот эта горчица вместе с золой настоялась. И после этого добавить туда до 10 литров воды, разбавить все это до 10 литров воды, дать постоять, отстояться, через марлечку, через ситчик какой-то профильтровать, чтобы частички не попадали в опрыскиватель, они могут его забить, и равномерненько, равномерненько опрыскать ваше растение. Не сомневайтесь, если вы сделаете 10 литров, а у меня вот на эту вот теплицу может уйти не более литра, а то даже и 700 мл жидкости для опрыскивания, и этот состав вам пригодится для обработки буквально всех садовых, огородных, цветочных, декоративных растений. Он в ранной степени замечательно и профилактически действует на насекомых, даже и тлю можно им снять, и на различные болезни на всех растениях, за исключением тех растений, которые в своем составе также содержат глюкозинолаты. Ни в коем случае не обрабатывайте этим раствором капусту, редьку, редис, пекинскую капусту, ну то есть все растения, которые относятся к семейству крестоцветные, потому что эти глюкозинолаты являются магнитом для вредителей, которые паразитируют, вредят, заселяются на растениях семейства крестоцветных. Ну то есть если вы обработаете этим составом капусту, то капустные белянки, капустных тлей и прочих вредителей, блошек у вас на ней будет в 5 раз больше. Не переживайте, эти блошки, капустные белянки и прочие вредители капустных растений не придут к вам сюда в томатную теплицу, или там на розы, или на смородину, или еще на что-то, и не станут их есть, потому что это не их пищевые растения. Даже если они сюда вдруг ткнутся, и вы увидите чуть больше бабочек-белянок у себя в теплице, не переживайте, ни гусеницы никто не смогут есть эти листья. То есть все это здесь и помрет, даже если сюда придет. Поэтому пользуйтесь этим способом достаточно широко по всему своему саду, огороду и декоративным растениям. Если же горчица вам недоступна, но зато вокруг вашего участка, или даже на самом участке растет много хрена, то задача может быть даже упрощается, потому что не надо никуда идти, ни в какой магазин, ничего не надо покупать, у вас все есть на участке. Вы копаете или рвете. Если вы рвете хрен вместе с корнем, то вам нужна половина ведра, так вот плотненько утрамбованного этого хрена. Если вы рвете только листья, то целое ведро. Все это добро можно помельчить, ну листья можно так побросать в ведро, а корень если, ну можно такой сечкой какой-нибудь чуть-чуть порезать, помельчить, ножичком чуть-чуть порезать, ну для того, чтобы вещества, содержащиеся там, получше проникли в раствор. И залить все это прям кипятком, чтобы оно полностью-полностью покрыло вот эту зеленую массу с корнями или без. И после того, как у вас в течение суток этот настой настоится, одновременно, когда вы будете заливать кипятком, туда тоже надо добавить вот это же самое количество, там полтора-два стакана древесной золы, чтобы оно с золой вместе настаивалось. Потом вы через сутки это все процеживаете, доводите, доводите до объема 10 литров воды, чтобы, понимаете, какое-то количество воды впитается в листьях, потеряется, и опрыскиваете с тем же успехом ваши растения. Такую хреновую обработку можно делать с периодичностью раз, хоть в 5 дней, хоть в 7 дней, хоть в 10 дней. Она никакого отрицательного эффекта на растения не оказывает. В то же время обладает очень мощным, хорошим профилактическим эффектом. При всей моей любви к биопрепаратам, к сенной палочке, которые тоже можно использовать в это время, и тоже можно использовать для первых профилактик против болезней, я вам просто рекомендую тем, кому любопытно, кому интересно испытать какие-то новые методы, попробуйте этот способ, и не исключено, что он вам очень понравится. Более того, вот этот хреновый состав или горчичный состав можно вполне использовать совместно с различными биопрепаратами. Он не оказывает отрицательного влияния ни на сенную палочку, ни на псевдомонады, ни на триходерму. Поэтому, если вы используете их у себя в практике в огороде, то вы вполне можете усилить действие вот этих биопрепаратов вот такой вот хреновой настойкой или настойкой горчичного порошка. Что ж, уверен, что пусть болезней вообще ни у кого никаких не будет, не только у растений, но и в самом организме. И, между прочим, горчица и хрен не последние продукты, которые помогают нам в профилактике различных болезней. Не только нам, но и нашим растениям. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok